Это хорошо, что я ИП, индивидуальный предприниматель, и никакому отделу кадров не должен предъявлять свое высшее образование. А если предъявить, какое оно высшее? История КПСС, диалектический материализм, исторический материализм, политическая экономия капитализма, политическая экономия социализма, современная буржуазная философия, это стала быть ее критика, научный коммунизм, современные международные отношения, это холодная война, научный атеизм, марксистско-ленинская этика и эстетика, партийно-советское строительство, это не стройка, это как устроенные с обкомов и благосполкомов советское государство, марксистско-ленинское учение о печати, есть и такое, теории и практика партийно-советской журналистики, актуальные проблемы советской журналистики, научные основы пропаганды, слова богу не помню, история партийно-советской печати, история зарубежной коммунистической рабочей печати, была такая, спонсировалась из СССР. Критика теории и практики современной буржуазной журналистики. Государственный экзамен. Научный коммунизм. Я закончил второй вуз страны. И вот что это за русский Кембридж? Это же сплошные лженауки. А эти выпускники юридического факультета, то есть правоведы в заведомо неправовом государстве, где, к примеру, существует партийное руководство судами. Советское высшее гуманитарное образование. То есть никакого.